наблюдая за тем какое огромное количество новых видов ископаемых животных в том числе и динозавров описано учеными за последние годы невольно вспоминается старая шутка о том что все динозавры выглядели одинаково просто ученые собирают их по-разному на самом деле за те 185 миллионов лет что эти гигантские ящеры правили нашей планетой эволюция создала немало самых разнообразных а порой причудливых видов живых существ в сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомить вас с самыми необычными динозаврами вы узнаете о предполагаемых причинах появления особенностей в их строении и образе жизни целом подписавшись на наш канал вы сможете раньше других зрителей узнавать о появлении новых выпуск также при помощи лайков и комментариев под понравившимися роликами вы сможете помочь в развитии канала эпоха динозавров и его продвижение по алгоритмам площадки инцизивозавр древний авераптор грызун из китая в 2002 году в китайской провинции ляонин был обнаружен череп необычного динозавра жившего в этих местах в период от 125 до 130 миллионов лет назад главной особенностью данного черепа были выдающиеся резцы как у современных грызунов благодаря им динозавр и получил свое имя буквально означающие ящер с резцами причем также как у грызунов эти длинные передние зубы имели следы износа эта особенность позволила ученым предположить что динозавр питался твердой растительной пищей и шишками правда не исключено что инцизивозавры были всеядными кроме единственного черепа в распоряжении ученых пока нет никаких других костей этого динозавра но по его строению инцизивозавр был отнесен группе аверапторов причем он оказался одним из самых древних представителей этой группы предполагаемая внешность динозавра была восстановлена по имеющемуся черепу и общим чертам характерным для аверапторов по размерам инцизивозавр был близок к современной курицы длина его тело не превышала одного метра а весил он не более двух килограммов если учесть доказанное наличие оперения то сходство этого необычного динозавра с курицей очень даже близкая кин трозавр маленький стегозавр с большим количеством шипов обитали эти необычные динозавры на территории современной танзании в конце юрского периода примерно 150 155 миллионов лет назад в 1909 1910 годах группа немецких ученых за четыре полевых сезона собрала более 1200 костей этого динозавра из них удалось собрать два полноценных скелета которые сейчас находятся в разных германских музеях хотя часть материалов была утрачена во время второй мировой войны описан кин трозавр был в 1915 году палеонтологом эдвином хеннингом название этого рода стегизаврит можно перевести как ящер с шипами на данный момент известен только один вид кин трозавров жившие в восточной африке в 1914 году американский исследователь чарльз гилмор предлагал отнести кин трозавром одного из обнаруженных в сша стегозавров но эта идея не нашла поддержки в научном сообществе по меркам своего семейства кин трозавры выглядят совсем небольшими они могли достигать в длину четырех с половиной пяти с половиной метров а в высоту были не более полутора метров весить они могли от одной до полутора тонн при этом как и у всех стегозавров мозг этого ящера был совсем крошечным полость в его черепе в которой помещался головной мозг имеет диаметр всего шесть сантиметров правда есть предположение что более крупный спинной мозг стегозавров брал на себя выполнение многих функций за которые у большинства животных отвечает головной мозг но наиболее интересной особенностью кин трозавра являются его шипы при помощи которых он мог защититься от хищников вдоль его позвоночника от головы к хвосту располагались парное костное образование ближе к голове они были похожи на классические пластины стегозавра а вот на хвосте пластины превращались в длинные и острые шипы учитывая крайне подвижный хвост состоявший из 40 позвонков и составлявший почти половину длины тела динозавра соперником кин трозавра приходилось очень несладко считается что охотились на них в основном стайные хищники это позволяло кому-то отвлечь добычу на себя давая возможность остальным членам группы атаковать с другой стороны но для таких случаев кин трозавры имели еще одно грозное оружие на их плечах располагалось еще по одному длинному шипу неукензавр завропот думающий что он черепаха около 80 миллионов лет назад ближе к завершению эпохи динозавров на территории современных аргентины и уругвая проживал необычный завропот он относится к семейству сальтозаврит входящему в над семейство титанозавров в целом это был классический травоядный завропот с ногами похожими на колонны длинной шеей и мощным длинным хвостом свое название он получил в честь реки неукен вблизи которой были найдены первые окаменелости в отдельный вид этот ящер был выделен только в 1992 году до этого все связанные с ним находки относили к описанному в конце девятнадцатого века виду титанозавров но с появлением большого числа находок ученые пересмотрели классификацию южноамериканских завроподов длина тела неукензавра составляла от 7 до 9 метров хотя по другим оценкам он мог вырастать до 10-15 метров весил этот динозавр не более трех с половиной тонн среди своих родственников этот вид является не самым крупным видимо поэтому неукензавры в ходе эволюции обзавелись интересным защитным приспособлением на их спине располагались плотные костные пластины и шипы образуя своеобразный панцирь возможно это помогало защититься от зубов крупных хищников динеобиллатор последний хищный динозавр или первая хищная птица этот вид позднемеловых динозавров из северной америки был открыт сравнительно недавно его неполный скелет был обнаружен в штате нью-мексико в 2008 и описан в 2020 году несмотря на небольшое количество материала ученые смогли восстановить облик динозавра и сделать несколько важных открытий учитывая плотоядную натуру ящера он получил имя в честь воинов индийского племени навахо это был сравнительно небольшой динозавр из семейства дромеозаврит его длина составляла около двух метров а масса не превышала 22 килограммов по другим оценкам он мог вырастать до трех метров и весить до 40 килограммов динеобиллатор был родственником велоцираптора и внешне представлял собой классического терапода но в отличие от более ранних представителей своего семейства он имел более подвижные и прочные на сгибание передние конечности считается что с их помощью он мог удерживать свою добычу мелких динозавров ящериц и других животных важным отличием этого вида был подвижный в основании хвост этот механизм помогал ящеру лучше маневрировать при беге и более успешно преследовать свою добычу также ученые однозначно могут утверждать что динеобиллатор был оперенным динозавром на костях его передних конечностей имеются бугорки которые у птиц служат для крепления маховых перьев амаргазавр настоящий панк среди динозавров этот завропот также как и описанный выше неукензавр обитал на территории современной аргентины только жил он в этих местах в начале мелового периода примерно 125 130 миллионов лет назад известен этот вид по единственному практически полностью сохранившемуся скелету его обнаружили в 1984 и описали в 1991 году правда в распоряжении ученых до сих пор нет хвоста этого ящера в целом это был классический завропот ходивший на четырех ногах и объедавший ветки деревьев при помощи длинной шеи правда как раз шея амаргазавра была покороче чем у большинства его родственников но имела очень интересное строение на всех шейных и на первых спинных позвонках амаргазавра имеются особые костистые отростки расположены в два ряда самые крупные из них располагаются в середине шеи и имеют длину до 60 сантиметров ранние реконструкции изображают этого ящера с двумя рядами шипов напоминающих ирокез прическу любимую банками и другими представителями различных субкультур но исследования 2022 года показали что возможно эти отростки соединялись кожистыми пластинками так что амаргазавры могли быть обладателями шикарных шейных парусов наподобие спинного гребня спинозавра скорее всего эта конструкция служила не для защиты от хищников а для привлечения противоположного пола по разным оценкам длина этого динозавра могла составлять до 13 метров а весил он около 4 тонн на каждой ноге амаргазавра имелось по пять пальцев один из которых заканчивался мощным когтем некоторые ученые предполагают что с их помощью динозавр мог защищаться от хищников вставая на задние лапы также с помощью этого нехитрого приема он мог доставать до самых высоких ветвей деревьев убирожара райская птица эпохи динозавров этот небольшой терапот из семейства компсогнатит был описан в 2020 году хорошо сохранившийся отпечаток был обнаружен немецкой экспедиции в раннемеловых отложениях на территории бразилии и вывезен в германию сейчас же научное сообщество бразилии оспаривает законность этого перемещения и требует вернуть образец на родину убирожара или убираяра представляет собой терапода длиной около 1 метра половина из которых приходится на длинный хвост тело динозавра было покрыто нитевидными протоперьями похожими на мех вдоль спины эти перья имели длину до 10 сантиметров и образовывали своеобразную гриву но больше всего ученых заинтересовали лентообразные выросты длиной около 15 сантиметров располагавшиеся на плечах считается что они состояли из кератина вещества из которого состоят наши ногти и волосы за эти выросты убира жара и получил свое название с языка одного из индейских племен она переводится как властелин копья подобные выросты сейчас можно увидеть у самцов вымпеловой райской птицы также они присутствуют у таких динозавров как ютиранус и бейпиозава только у этих видов они не такие большие как у убира жары сайхун радужный летун из юрского китая отпечаток этого динозавра был обнаружен обычным китайским крестьянином в 2014 году образец был выкуплен музеем провинции ляонин но полное описание динозавра опубликовали только в 2018 году это был небольшой хищный теропод размером современного грача охотился он скорее всего на насекомых ящериц и мелких млекопитающих с большой вероятностью можно говорить о том что цайхун вел преимущественно древесный образ жизни его тело было покрыто перьями но полноценно летать он не мог ученые предполагают что этот ящер умел планировать с дерева на дерево а строение его хвоста позволяет предположить что такой полет был в какой-то степени управляемым череп цайхуна похож на черепа других рапторов только у него между глазами располагался когтистый гребень но больше всего ученых заинтересовало оперение этого динозавра при помощи современных методов удалось установить его расцветку большая часть тела цайхуна была покрыта темными перьями и напоминала оперение современных пингвинов при этом они переливались как у того же микро раптора жившего на 40 миллионов лет позже или у современных галок и голубей но вот голова и шея цайхуна были окрашены намного ярче меланосомы элементы клеток отвечающие за окраску в этой области тела динозавра схожи с соответствующими структурами у современных тропических птиц вроде калибри возможно эти оттенки были не такими насыщенными по оценкам некоторых ученых окраска цайхуна все-таки была ближе к расцветке такой птицы как сероспинный трубач гиганта раптор крупный хищник с головой черепахи единственный экземпляр этого динозавра состоящий из разрозненных костей и нижней челюсти был обнаружен в китае в 2005 году и описан в 2007 размеры нижней челюсти говорят о том что весь череп имел размер не менее полуметра по всем остальным признакам этот вид относится к авираптором только этот авираптор был настоящим гигантом среди своих родственников за что и получил такое имя найденный экземпляр погиб в возрасте 11 лет и еще не был полностью взрослой особью но ученые предполагают то максимальная длина гиганта раптора может составлять около восьми метров а масса превышать две тонны строение его конечностей позволяет предположить что динозавр отлично бегал и был активным хищником но найденная нижняя челюсть имеет вогнутую форму и на ней нет зубов ученые предположили что пасть гиганта раптора представляла собой огромный клюв наличие оперения у этого вида официально не подтверждается хотя у других более мелких авирапторов она имелась поэтому ученые не исключают наличие перьев хотя бы на передних конечностях такое оперение не влияет на терморегуляцию животного и может использоваться для укрывания яиц при высиживании мы благодарны зрителям нашего канала которые досматривают каждый выпуск до самого конца если вы хотите ближе познакомиться с другими необычными животными населявшими нашу планету в разное время рекомендуем посмотреть предыдущие ролики из данной серии также на канале эпоха динозавров можно найти материалы о происхождении и развитии человека проблемах современного общества и его сложных взаимоотношениях с живой природой